В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Из кафе на больничную койку. В промышленном районном суде Самары продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении директора кафе «Чистые пруды» Виктора Яковлева. Его обвиняют в жестоком избиении жителей Самары, одному из которых пришлось пережить сложнейшую хирургическую операцию. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Так Алексей Богаткин выглядел после происшествия. Зубы выбитые переносятся, сломано, два перелома в верхней челюсти. Вечер в кафе, приятно начинавшийся в кругу семьи и друзей, привел к неожиданной развязке. По словам Алексея, словесная перепалка началась с разбитого стакана, за который директор кафе в грубой форме потребовал немедленно расплатиться. Подсудимый уверяет, беседу вел корректно, а агрессия, напротив, исходила от нетрезвых оппонентов. Еще не было ни пунктов, ни счета, ничего, никто ничего не... Я просто попросил обратить внимание Алексееву на то, что Богаткин все уже, бухой, не надо порядок, ничего не надо, за это все равно придется платить. Я вообще никому не трогаю. По словам подсудимого, один из молодых людей набросился на него с кулаками, второй направился к нему с ножом в руках. Никого мы ни на что не провоцировали, а конфликт непосредственно начал он. Я давал отчет себя в своих действиях и твердо стоял на ногах. Нож я не брал в руки и никого не шел. Я пытался, когда я напал на Алексеева, я попытался его разнять. В этот момент молодого человека ударили, и он потерял сознание. Тот, кто бил, сейчас проходит по делу в качестве свидетеля. После драки компания поспешила покинуть кафе. И в этот момент, говорит Алексей Богаткин, последовал очередной удар в лицо, уже от Яковлева. Молодой человек перенес сложную хирургическую операцию на верхнюю челюсть. Ее пришлось крепить металлическими пластинами. Чей удар стал роковым, предстоит решить суду. В Самаре полицейские задержали троих нелегальных мигрантов-уроженцев соседних республик. Их подозревают в разбое. По данным правоохранителей, преступление было совершено в июле этого года в частном секторе на улице Вольская в Самаре. Они подошли к дому, постучали в дверь. Когда им открыли, соответственно, они ворвались вовнутрь. Один из них угрожал находящийся там людям пистолетом. После чего они нанесли им телесные повреждения, ограничили их свободу передвижения, связали. И из металлического хранилища, металлического ящика похитили денежные средства. В итоге из частного дома было похищено 950 тысяч рублей. Как выяснялось в ходе следствия, часть суммы задержанные потратили на личные нужды. Оставшиеся деньги отправили на родину. Подозреваемым от 21 до 25 лет. По данным правоохранителей, они долгое время нелегально находились на территории России. Сейчас взяты под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям. Всех, кто, возможно, пострадал от действий этих людей, правоохранители просят обращаться в ближайшее отделение полиции или звонить по телефону, номера которых вы видите на экране. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия со смертельным исходом. Около двух часов дня с одного из этажей высотки на улице Владимирская выпал мужчина 30-40 лет. Правоохранителей и скорую вызвали прохожие. На момент прибытия медиков мужчина был уже мертв. Установить его личность на месте не удалось. Документов у погибшего при себе не оказалось. Сейчас следователям и экспертам предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего. Горячее утро выдалось у самарских огнеборцев. Рядом с железнодорожным вокзалом вспыхнуло здание бывшего РОВД. Строение пустовало несколько лет. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Наш корреспондент подробнее. В пожарную часть очевидцы позвонили в половине девятого утра. Огонь охватил два первых этажа здания. На место ЧП прибыли 15 пожарных расчетов. Завсегдатые при вокзальной территории и окрестных пустующих зданий рассказали. С вечера начали отмечать день рождения своего товарища. Костя погонял башка. Я его знаю. Один раз я с ним тоже ночевал. Он кидает бочки просто как попало. Один раз он готовил там есть. Он гречку себе готовил покушать. И все. А сейчас он там? В данный момент я предполагаю, что он там. Он ночует до 10 часов утра. Из полыхающего здания эвакуировали одного человека. В здании деревянные конструкции. По этому пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Большая площадь возгорания и угроза распространения огня на все четыре этажа. Пожарные столкнулись и с техническими сложностями. И тут, кстати, оказалась близость горящего здания к железнодорожному вокзалу. Давление водопроводной сети, наружного противопожарного водопровода, недостаточное для введения необходимого количества стволов. Поэтому был запрошен дополнительно пожарный поезд станции Самара. Поезд прибыл в кратчайшие сроки. От него подавались магистральные линии. То есть он обеспечивал водоснабжение и проведение тушения. После того, как огонь был потушен, пожарные дополнительно пролили все этажи здания и исследовали его более тщательно. Погибших и пострадавших не обнаружили. Причины возгорания устанавливаются. За продажу запретных плодов теперь придется понести ответственность. Яблоки, виноград, персики, перец, томаты, рыбные и мясные консервы. Все это изобилие было изъято в одном из крупных супермаркетов на Московском шоссе специалистами областного управления Россельхознадзора и Самарской таможни. Необходимых документов на товар у магазина не было, а этикетки на упаковках были переклеены. Выяснилось, что эти продукты попадают под эмбарго. Они были привезены в Россию нелегально из Турции, Израиля, Чили и Марокко. Наркополицейские остановили работу у лаборатории по выращиванию конопли и производству марихуаны, которая на протяжении нескольких месяцев работала в Сызране. В ходе рейда, который проходил в рамках операции МАК-2015, был задержан и 37-летний организатор преступного бизнеса. При личном досмотре у него было обнаружено два свертка с марихуаной, а также при обыске дома тайник, в котором выращивались запрещенные растения. Там на разных стадиях роста в цветочных горшках были обнаружены 12 кустов дурман травы. По имеющейся у нас информации данный человек сбывал наркотические средства, не принятым на данный момент бесконтактным способом, а при личном контакте и только исключительно доверенным лицам. По телефону он эти вопросы вообще не обсуждал, то есть с ним можно было общаться исключительно лично. В данный момент возбуждено два уголовных дела, это за организацию лаборатории и за хранение наркотиков в крупном размере. Он находится под следствием. В преддверии нового учебного года особое внимание уделяют безопасности. В Самарской гимназии «Перспектива» прошли плановые учения групп задержания вне ведомственной охраны и мобильного отряда особого назначения. За ходом тренировки наблюдала и наша съемочная группа. Безопасность детей в период учебного года на первом месте, а значит бдительность и готовность к любой нестандартной ситуации должна быть на высшем уровне. По легенде учений в здании гимназии зашел неизвестный, представился рабочим, напал на охранника, оставил на столе сумку и бросился бежать. Охранник, не раздумывая, вызвал полицию. Уже через несколько минут к гимназии подъезжает группа задержания вне ведомственной охраны. Полицейские проверяют здание. Руководство учебного заведения тем временем занимается эвакуацией учеников и сотрудников. В учебный день здесь может находиться до 700 человек. Сумка, брошенная неизвестным, остается на том же месте. Трогать подозрительные вещи категорически запрещено. Это дело профессионалов, саперов мобильного отряда особого назначения и кинолога с собакой. Уже через несколько минут удалось установить в сумке взрывчатка. Правда, учебная, которая никакой опасности не представляет. Но в реальности подобная бдительность сможет спасти сотни жизней. Очередная тренировка полицейских и руководства гимназии прошла успешно. Удалось задержать и злоумышленника, который к моменту приезда полицейских не успел далеко уйти от здания.